Доброе утро, ребята! Самого лучшего дня! Солнечный день, самое хорошее настроение. Сегодня есть у меня важное задание. Я знаю, что... А! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик. Не забывайте обязательно, чтобы не пропускать новые выпуски. Сегодня идем на набережную и будем смотреть, как тренируются ребята, которые занимаются серфингом. Это достаточно интересно должно быть. Они сейчас тренируются, тренируются, а потом у них будет фестиваль, и кто-то из них будет первый выигрывать, первый какую-то покорять волну. Так что сегодня идем наблюдать за тренировками, а когда будет фестиваль тоже обязательно снимем и узнаем, кто же лучше всех занимается серфингом. И посмотрим. Это достаточно интересный вид спорта. Поэтому, кто любит спорт, добро пожаловать, посмотрим. Мне интересно, может и сам подумываюсь заняться серфингом. Ну, по крайней мере, надо узнать, что это такое, посмотреть, как происходят тренировки, интересно ли это. Ну, в принципе, достаточно интересно должно быть, потому что море, мальчики и девочки все в костюмчиках черненьких и других разноцветных ныряют в море. Потом они вечерком пивко встречают закат. Ну, в общем, пойдем посмотрим на тренировку. Я думаю, будет очень интересно, потому что они такие, я вижу, романтики. То есть, немножко покататься на доске, потом там отдыхают, встречают закат. Поэтому посмотрим, как они живут сегодня. Узнаем. Ну, по крайней мере, постараемся их найти, потому что я нашел, где они тренируются сегодня. Но это тоже задача, потому что они там перемещаются по набережным, в зависимости, где волна, туда они идут. Поэтому, ну, будем надеяться, сегодня их словим, посмотрим и будем смотреть. И, может быть, узнаем что-то новое для себя. И, возможно, займемся серфом. Хорошего дня вам! Хорошего дня вам! Сёрфинг — это интересный вид. спорта. И чем он интересен? Тем, что, по сути дела, тренировки все время проходят в море. То есть, ты тренируешься в море, и там социальная группа. То есть, ребята, которые тренируются, это же социальная группа. И, соответственно, они все время на море, ловят волну. Ну, в общем-то, цель — найти хорошую волну и покорить ее. Но много времени, я думаю, когда нету волн, и все это время они как бы там общаются, играют в волейбол, пьют пиво, курят там косяки какие-то, смотрят на океан, на море. Ну, в данном случае на море. Поэтому вид спорта очень интересный, потому что, по сути, тренировки все время проходят на море. И это интересно. То есть, хороший вид спорта. Можно заниматься, и там как бы спортсмены, и все... Это же серьезный вид спорта, то есть, нужно быть подготовленным, нужно специальное снаряжение. Поэтому очень интересно, как проходят тренировки. Может быть, тоже получится пообщаться с теми, кто... с ребятами. Посмотрим. Это не точно, потому что мне сложно разговаривать с ними. Сейчас. Без знания. Потому что я сейчас язык точно не знаю. Но, тем не менее, я уже учу язык, поэтому я скоро смогу вообще нормально разговаривать. Но, по крайней мере, спортсмены, они всегда друг друга понимают. В принципе, там все просто. Когда идем, где тренируемся, где купить пиво, где будем проводить пикник. Ну, это я так понимаю, по крайней мере, вид спорта этот. Ну, это не точно. Это у меня такое восприятие. А может быть, по-настоящему они тренируются. Ну, будем сейчас изучать, смотреть. Вообще, мне нравится этот вид спорта давно уже. И, возможно, я тоже, скажем, хобби себе новое такое сделаю и буду изучать. Потому что я уже на некоторых видах спорта умею пользоваться спортснаряжением и тренироваться. Прикольный памятник. Разноцветный парень. Но сёрфинг мне интересен. Поэтому я очень интересуюсь. Ну, скажем, я не так прямо сильно очень интересуюсь. Но вообще, вид спорта, как сёрфинг, мне нравится. То есть, мне нравится, как проходят тренировки. Всё время на море. Надо ждать волну. Я люблю море. И поэтому, в принципе, интересно ждать волну. Плюс свежий воздух. Потому что ты же всё время как бы на море. Сёрфинг. Сёрфинг. Ты же не будешь тренироваться в ванной, правильно? Или там в другом месте. Надо обязательно, чтобы море было. Ну, посмотрим. Так что, сегодня я буду, постараюсь найти ребят. Потому что они перемещаются между пляжами. И поговорить с ними, познакомиться. Ну, это если получится. А если не получится, хотя бы просто понаблюдаю, как они тренируются. В поисках сёрферов. Сегодня можно назвать выпуск В поисках сёрферов. Я уже, в принципе, пришёл. Но тут много пляжей. Надо теперь найти, где они. Пока вижу только ребят на сапах, которые катаются. Тоже, в принципе, неплохой вид спорта. А вон на байдарке плавает парень. О, байдарки я тоже люблю. Но всё-таки сёрфинг интересней. Но на байдарке определённо тоже можно сходить. И узнать, где они тренируются. Ну, на сапах тоже. Ну, на сапах, я думаю, летом будет хорошо. И на байдарках. Потому что сейчас вода холодная. А сёрфинг можно сейчас заниматься. В общем, в поисках сёрферов сегодня. Ну, пока сёрфингов я не нашёл. Нашёл только людей, которые просто сидят и смотрят на море. Да, сложно, конечно, сконцентрироваться тут на поиске чего-либо. Потому что очень такое настроение расслабляющее. Всё. Сложно о чём-то серьёзном думать, когда просто все сидят и отдыхают. Ну, я всё-таки найду сёрферов. Будем надеяться. А если не найду, то всё равно хороший день. Тут так пахнет морем. Тут запах прямо расслабляет. Как-то хочется сесть и встречать закат или рассвет. Ну, наверное, закат. А у нас, получается, закат где-то через пару часов. Так. Ну, о, вижу одних, вон, не сёрферов, а которые на лодках с парусами. На сапе с парусом. Я не помню, как он называется. Пойду сейчас посмотрю. Просто они там скрываются за волнорезом. Там больше волны, в общем. Потому что здесь штиль. А там есть такие места, где волны. А там они обычно... Но просто в зависимости от направления ветра волны перемещаются. Сегодня, допустим, тут нет волн. А несколько дней назад здесь были волны. На этом пляже. Поэтому надо добавиться, когда я с ними познакомлюсь, в чат. Чтобы знать, на каком пляже они сегодня. Чтобы перемещаться синхронно. Да, тут волны на этом пляже, конечно, слабенькие. Как для сёрфинга. Наверное, всё-таки они там на следующем пляже. Мне уже, честно говоря, так лень туда идти. Не, ну я пойду. Но сейчас немножко надо отдохнуть сначала. А потом уже пойду дальше. Сёрферы, вы где? Где вы, сёрферы? Интересно, как называется вот этот вид спорта. Там как бы сёрфинг, но ещё с парусом. Парусник. Они, получается, я вижу аж далеко-далеко у моря вон плавают. Тоже интересно. Но я так далеко у моря не люблю заплывать, конечно. Ну, вон, видно ли? Сейчас. Вот один, а вон там целая компашка. Я их сейчас попробую приблизить. Такой вид спорта тоже интересен. Не, камера не достаёт. Вот такие штучки. Ну, чтобы крышка не падала. Попил, закрыл. Класс. В Европе такие крышки у кого-то было. Ну, чтобы крышку не держать в руке. Открыл, попил. Как фляга. Сахарная фляжа. Я, конечно, противник сахара. Всё такое. Ну, иногда хочется. Ну, крышка мне нравится, как сделали. Умно, да? Остроумно. Сегодня практически полнолуние. Полнолуние, как известно, это Шабашвей. Сейчас немножко передохну и пойду на следующий пляж искать. Но я тут не один ещё серфингистов, я так вижу. И вот, как я вижу, как живут испанцы. И вот, как я вижу, как живут испанцы. И вот, вижу, что здесь море, горы, пальмы. Мне становится понятно, становится понятен мандалитет вообще испанцев. Почему они, как бы, никуда не спешат. Такие они спокойные, расслабленные. У них постоянно северство. Ну, потому что, как можно сконцентрироваться и быть сконцентрированным, когда ты выходишь, а здесь море, морской бриз. Люди пьют пиво, пьют вино, с семьями выходят. Сложно быть сконцентрированным, честно говоря. Поэтому у них такая общая национальность. Национальное очертание. Такие у испанцев. Это вечное сиеста. То есть вечный праздник. О, тут даже чайки ленивые. Медлительные такие. Никто никуда не спешит. Испания, в общем. Посмотрим, насколько серфингисты здесь активные. Может, они тоже такие спокойные. Ну, найдем, посмотрим. Ну, что, ребята, не нашел я сегодня серфингистов. Ну, нашел только тех, кто играет в волейбол. Может быть, могу и заниматься волейболом. Волейбол мне тоже нравится. Тренировки проходят на пляже, возле моря. И копировки меньше. Надо всего лишь один мяч. Не надо доску. Ой. Будем... Волейбол я когда-то в детстве играл. Но давно не играл. Так что теперь найду, наверное, какую-то социальную группу для тех, кто играет в волейбол. И пляжный волейбол. И, может быть, тоже займусь. Интересный вид спорта, я вам скажу. Песочек. Такой же, как и другие, но более романтичный. Ну, просто сегодня нету волн, на самом деле. Поэтому и нету этих ребят, которые тренируются на серфинге. Поэтому, когда нет волн, можно играть в волейбол. Хорошее вам настроение. Хорошего дня. И всего самого лучшего. Занимайтесь спортом, если хотите. А если не хотите, не занимайтесь. А если занимаетесь, то главное, чтобы он был красивый. И интересный для вас. Бай-бай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые выпуски. Самого хорошего настроения. Ставьте лайки. Продолжение следует... Продолжение следует...